Сегодняшний гость «Правды 24» 8 октября представит свою новую программу в пропуске. Впрочем, Антон Беляев нам расскажет всё сам. Приветствую вас. Приветствую. Прошу. Прежде чем про концерт поговорить, я бы хотел бы узнать, просто гуглил перед началом нашей встречи всё, вот узнать про этот проект «Рор Фор Лайф». Зачем рычим, на кого рычим, и в чём вообще тема. Всё очень просто. Это инициировано фондом «Живой». И, в общем-то, здесь очень простой смысл. Мы боремся с безответственным вождением на дороге. А то есть это к животным не имеет отношения никакого отношения? Что-что? К животным не имеет никакого отношения. Нет, рык в данном случае – это рёв мотора автомобиля, болида, потому что участвует в сборе этих рыков команда «Виллимс Мартини Рейсинг». Вот. И, в общем-то, мы осуществили, ну, намеченная цель, как бы, достигнута. Мы собрали 100 тысяч таких рыков. И, например, если вы сейчас вот сделаете это, то у нас будет рекорд. А потом это сделаю я, и будет следующий рекорд. Я думаю, что, когда вы сделаете, это точно будет рекорд. А вот я в одном из интервью слышал, что вы ведь с водителем ездите. То есть это вообще не ваша тема вождения. Вы знаете, я на самом деле… Это не совсем так. Я как раз езжу с водителем, потому что я ответственный. Вот. Потому что, мне кажется, если бы я… Ну, у меня был опыт вождения, небольшой, там, до 20 лет. И, в общем, и в связи с рассеянностью некоторой музыкантской, мне кажется, я, ну, что-нибудь… Что, бывали ДТП? Вы знаете, да даже не было никакого ДТП. Я на месте стоял буквально, у машины двери загнулись в другую сторону. Я их умудрился какие-то деревья разогнуть. В общем, даже ехать никуда не надо было. Вот. Мне кажется, что я либо кому-то наврежу, либо, ну, сам попаду в странную ситуацию. А, ну, сейчас, ну, лучше с водителем. Я выпиваю. С водителем я понимаю. А вот при этом машину вы сами выбирали? Или вам вообще в целом, в целом, лишь бы было комфортно? Или цвет имеет значение? Мне всё равно, по большому счёту, ну, то, на чём я остановился, в общем-то, так получилось, что там у меня такой шкаф, зубная щётка. Ну, всё, что нужно для быстрого перемещения. Бывает, ну, и переодевание иногда. У меня был, у меня ещё не было тогда своего водителя. Я нанимал водителя по заказу. Был совершенно смешной случай, когда я ехал с концерта на концерт и переодевался в машине. Ну, и так вышло, что я переодевался, в общем-то, до трусов практически. И водитель, в какой-то момент мы стояли в пробке, уже вот почти на месте, он обернулся и увидел меня, ну, совсем. То есть я в этот момент снял всё. Носки я менял там. Человек чуть не вышел просто из машины. Вот, поэтому я становился, ну, на каком-то доверенном человеке, который меня, в общем-то, в разных состояниях видит. У него имя есть? Да, это Сергей. Сергей, ну, в общем, это... Он действительно ответственный. А вот, кстати, насчёт то, что называется прикида. Есть два разных подхода у людей, выступающих. Вот Иосиф Кобзон, допустим, говорит, что никогда нельзя в том, что предназначено для сцены, в костюме, идти в гости там или на какую-то встречу, что вот сценическая – это одна тема, а бытовая – другая. А есть масса людей, которые, ну, вот, не делают различий. У вас какой подход к этому? Вы знаете, я демократичнее немного, чем Кобзон, вот. Но в целом для меня важно, ну, быть на сцене в специальной одежде. То есть она просто... А, то есть есть сценический костюм. Да, она, честно говоря, не очень отличается от моей повседневной. Ну, мне хочется чувствовать себя свежо, ну, грубо говоря. Ну, просто, как бы, всё равно это праздник небольшой, да, как бы для меня лично. И хочется некоторую свежесть соблюдать. То есть в трико со студии, там, выйдя, ну, с непочищенными зубами, я, конечно, на сцену не выхожу. Все равно есть какая-то подготовка, но мы по-разному немножко выступаем. То есть есть вот электронная наша программа, она позволяет какую-то там casual и, ну, какую-то расслабленную одежду. Обычно мы в чёрных лохмотьях. А что касается программы, ну, когда мы стоим со струнными составами, там, когда это акустика, то мы всегда в галстуке, в белых рубашках, ну, всё так, как бы более официально. И так, конечно, я не хожу в голышном. А я читал, что и очки – это часть просто костюма, что со зрением всё в порядке, это просто... Со зрением пока всё в порядке, вот. Но это такой защитный, мне кажется, отчасти механизм, потому что у меня природно, ну, такое строение, подглазное лица, что, в общем, мне полжизни люди интересовались, не умираю ли я от какой-нибудь болезни почек, или, там, может, хватит колоться, говорили мне люди. И, в общем-то, это немножко раздражает. Я ходил какое-то время в тёмных очках, но тёмные очки, ну, вы понимаете, они немножко отрезают, вот... Ну, многие ваши, как бы, коллеги по цеху, они... Мне немножко, мне кажется, это нарушает в какой-то степени контакт, поэтому это вот такой компромиссный вариант, он и скрывает отчасти, ну, несвежесть моих глаз, вот, и в то же время, ну, даёт возможность в них заглянуть, если сильно нужно. Про детство, вот я, насколько понимаю, у вас старшая сестра на 11 лет, да, по-моему, у вас очень большая такая разница. Она при этом вот была сестра-сестра, или вы параллельно... Нет, это была сестра такая, сестра-вторая мама. То есть это такая мама, которую родители под Новый год отправляют за бутылкой шампанского в очередь стоять в магазин, и она мне говорит, скажи, ну, делай вид, что я твоя мама, чтобы мне продать шампанское. Вот, и это... Нет, у меня очень хорошие были отношения с сестрой. Были? Нет, ну, сейчас мы живём просто... Она живёт с мамой в Магадане, и, ну, в общем, не планирует. Она болеет, и, ну, в общем, не может перебираться. Она приезжает ко мне время от времени в Москву. Вот, но всё то время, пока мы жили в одном месте под одной крышей, я не могу ни одного инцидента вспомнить, чтобы мне сестра, ну, как-то испортила настроение. То есть в основном подымала. А вы ей? Ну, откуда же я знаю? Вот странно, что Магадан, да, казалось бы, а репертуар так далёк от шансона. Мне кажется, почему-то Магадан – это такая земля, где вот шансон аутентично очень слушается. Во-первых, надо, ну, тут всё немножко глубже. Магадан, на самом деле, очень далёк от шансона, потому что, ну, сам город, да. Естественно, в то время, когда я развивался, в общем-то, был такой вот этот романтизм такой уголовного мира. То есть мы ходили на какие-то там стрелки, там, с кем-то там общались, там, у всех была какая-то крыша. Ну, то есть всё это так вот. И, казалось бы, наверное, ну, я, в общем-то, и работал в ресторане, и ушаночку пел, ну, честно говоря. Хотя мне было, первый раз я пришёл на замену там какому-то клавишнику, мне было 13 лет. И петь, а я уже, было, ну, так, довольно странно, но я имитировал старательно. Вот. И, наверное, могло затянуть, но в Магадане есть, как бы, это первое дно. То есть оно настоящее. То есть это вообще такая культурная, на самом деле, такая здоровая культурная среда. Там очень хороший театр. Туда в связи с вот северными надбавками в какой-то момент ехали люди за деньгами. В театре, например, есть несколько, ну, было, во всяком случае, тогда, было несколько скрипачей, которые играли в большом, в основном составе. То есть там в музыкальной школе были прекрасные преподаватели, в училище у меня были просто гениальные там люди, с которыми мне довелось общаться. Поэтому, ну, повезло, наверное, внутри семьи, потому что шансон в моей семье не звучал никогда. Папа, ну, из русских исполнителей, единственное, был Высоцкий. Вот, ну, такой, типа, философская история. Вот, а все остальное было, ну, там, Билли Джоэл, Крафтверк. Ну, то есть такой достаточно широкий диапазон, и я думаю, это все спасло меня в какой-то степени. А Вы на чем росли, на какой музыке? На той музыке, которую родители слушали? Ну, естественно, сначала я слышал то, что попадало просто. Я помню, что осознанным моим, одним из первых осознанных выборов был дипешмот. Причем не студийка, а какой-то был бутлек концертный. То есть такое, я недавно это переслушивал, ужасное качество, они ужасно играют. Ну, то есть там, ну, как бы, нету микса приличного, то есть они не попадают часто, там, чувак поет, не стройно. Но тогда это на меня произвело просто потрясение. Ну, то есть я в своем маленьком магнитофоне перенесся в этот вот, ну, концертный зал, где это все происходило. Там кричали люди между песнями. И это, конечно, на меня сильное впечатление произвело. И дальше уже по наклонной. А вот завидуете кому-нибудь? Вот в том смысле, что вот, ну, здорово, там, не знаю, дипешмот или... Слушайте, да я всем завидую, всем завидую. Вы знаете, когда ты видишь, как, ну, просто, я, ну, мне сложно свои какие-то эмоции анализировать так абстрагированно, да, потому что я в них участвую. Но мне кажется, что у меня зависть проявляется, моментально переходит в попытку, ну, сделать нечто большее и лучшее, чем то, что я вижу. То есть, ну, если эта возможность есть, вот, у меня нет такой слепой, что вот, типа, козлы, как, у них там все классно, у нас все плохо. То есть я подмечаю то, что мне кажется интересным, и пытаюсь в своей вселенной как-то там организовать нечто подобное. А у вашей вот команде в Термейтс вы просто лидер или вы еще и хозяин, вот, буквально во всем? Вас боятся, короче говоря? Я не думаю, что меня боятся. Ну, во-первых, на страхе такие взаимоотношения сложно построить. То есть я думаю, что, ну, какого-то определенного авторитета мне удалось добиться, но я, в общем-то, не пользуюсь этим как устрашением, да. То есть у меня более, как это, более отрезанные, может быть, отношения от менеджмента, ну, то есть там, ну, людей, которые общаются там с кем-то, которые спасают меня от бесконечных там звонков, ну, то есть они не всегда такие теплые, как бы, потому что там больше ошибок происходит и каких-то накладок. То есть, ну, бывает, что надо где-то порычать, вот, как в нашей прекрасной... Корпулай, да. А в Корпусе это будет какой формат? Термейцы-друзья или это просто целиком... Вы имеете в виду приглашенные... Да, или это ваше шоу. Нет, у нас будет... Это наше шоу полностью. Мы, в общем-то, никогда этим форматом не пользуемся. То есть в одно отделение вы... Мы выходим и около двух часов просто работаем. Вообще без перерыва? Без перерыва, да. Но мы иногда и можем больше, это страшно. Сейчас обновляется программа, песен станет там еще на час, фактически больше. Я вообще боюсь теперь концертов. Не, ну вы же понимаете, что люди, программа обновляется, а люди на концерт приходят, они хотят слышать те вещи, которые они уже знают. Они услышат обязательно. Мы, ну, так, не можем кислород-то перекрыть. Мы сами еще эти песни любим. Но для нас, на самом деле, очень важно сейчас вот именно сменить репертуар... Ну, во-первых, мы уже в течение двух лет играем эти песни, у нас там есть обновления какие-то, ну, незначить. Сейчас такой серьезный апгрейд происходит. Но вам приходится себя при сочинении сдерживать в том смысле, что... Ну, а же такая, ну, непростая музыка, да, не три аккорда. Ну, есть какие-то непростые песни, есть просто... Да, ну, то есть, что вот время тренинг себе говорит, Антон, надо вот что-то вот это вот попроще. Вот не туда тебя сейчас. Вот, слава богу, слава богу, мне так никто уже давно не говорит. Ну, потому что, я думаю, люди, которые меня окружают, в общем-то, доверились мне. И, ну, то, что я, конечно, я несовершенный там композитор, я не знаю всех ответов, ну, непонятно, да. Но то, к чему мы приходим, то, что находится в процессе вот нашего взаимодействия, оно, в общем-то, нам пока помогало. И вот на этом новом этапе я, в общем-то, забочусь о слушателе. То есть, мне, ну, у меня есть песни там, да, достаточно сложные, ну, как бы и эмоционально, и там математически сложные. Но они разбавлены идиотскими совершенно композициями. То есть, я глупую музыку, ну, как бы научился писать. Это целое искусство, на самом деле. Я, вот, если бы мы говорили пять лет назад, я бы совершенно не понимал, о чем вы говорите. Потому что, ну, все равно, как бы, ощущение нереализованности некоторое, оно заставляет, ну, лично меня заставляло делать, ну, как-то вот лучше, выше, быстрее, сильнее, там, сложнее. То есть, в каждой песне попытка продемонстрировать всю мощь, ну, то есть, весь набор знаний, там, то есть, это такой немножко неправильный путь. Как только машина заработала в полную силу, ну, там, не в полную, а вот в ту, которую сейчас, да, допустим, многие вещи открылись, упростились, ну, немножко голова стала по-другому работать. Потому что я, ну, тоже еще не закрытый для меня вопрос, но я понял, например, что я не мог бы никогда написать некоторые песни, оставаясь вот в той аудитории небольшой, в которой я был. То есть, почувствовать кровь все-таки, ну, открытого пространства, людей, которые пришли действительно на тебя, которые, там, следят за твоими движениями, за тем, что ты делаешь. То есть, музыка для меня немножко стала понятнее и проще именно из, ну, со сцены. В одном из интервью вы достаточно резко отозвались о людях, на которых вы работали, ну, там, в частности, на Басково. Мне часто цитируют это интервью, на самом деле, но контекст, мне кажется, уже, ну, то есть, того интервью, с которого, ну, от которого идет эта цитата, его, по-моему, уже, ну, оно, я не знаю, где оно, потому что все хуже и хуже происходит. Там просто, это очень простая схема. То есть, я, мне нравилось работать, на самом деле, да, мне было интересно. Просто среди... В качестве кого? В качестве саундпродюсера. Да. Ну, аранжировщика и саундпродюсера. Просто помимо интересных артистов во всей, ну, и, ну, я имен тех, кто мне критически не нравится, просто не называю ни в одном своем интервью. Их нет в моих интервью. То есть, я работал с огромным количеством людей, которых, ну, некоторых из них вообще никто не знает. Это просто растущие какие-то звезды со своим представлением, там, о музыке. И среди них были люди, которые, ну, меня просто, ну, в ужас приводили. То есть, я вообще... Не профессионализму или чем? Вы знаете, просто вот сломанная немножко психика. У меня больше всего во всей истории вот с... Вообще во всей истории шоу-бизнеса, ну, вот просто как явление. Мы даже не говорим про российский сейчас. Пугают люди, которые в начале пути, не анализируя внутреннее, не пытаясь создать ничего нового, пытаются сразу попасть в, ну, в правильную нишу. То есть, когда к тебе приходит человек, у которого одна единственная песня, который одевается, там, и стрижется, как Дима Билан, например, в те годы, когда Дима Билан, там, на пике своей популярности. Показываете песню, как у Димы Билана, похожую, и говорит, что ему нужно сделать все, чтобы встать на русское радио, это вызывает у меня, ну, такой оторопь немного. То есть, я не понимаю, зачем это делать. То есть, по сути, ну, простая логика подсказывает нам, что мы ищем с вами, ну, как музыка же развлекает нас, как и кино, да, и нужно нечто новое для того, чтобы привлекать людей. Нечто странное, другое, ну, то есть, какие-то новые решения. А вот в поп-культуре, ну, как бы, вот, есть какое-то количество людей, зараженных вот этой идеей, которым, ну, в какой-то момент, не знаю, как они, откуда они берут эту информацию, я не понимаю, но они почему-то точно знают, как нужно делать, чтобы вот попасть вот туда и стать вот примерно вот тем же самым. И это вот копия копий. Я, к сожалению, такой музыки произвел, ну, довольно много. А выстреливает же иногда? Иногда выстреливает, но что, что значит выстреливает? Ну, как бы, взяли песню на радио, и она там покрутилась, допустим, да, человек, ну, просто правда печальная, а может и прекрасная, в том, что эти люди все равно потом не могут, вот, к ним не ходят на концерты, у них нету, ну, как бы, то есть, они не живут музыкой, они живут, музыка для них, такой, знаете, покер, чтобы пройти вот на вечеринку с тарталетками. То есть, вот, меня вот это, ну, честно говоря, сильно напрягает. Ну, знаете, все-таки мне кажется, что вот критерий ходят, не ходят на концерты, мы же знаем, что рекордсмены и чемпионы сборов, это там, ну, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, но это там Стас Михайлов, например. Нет, мы сейчас, ну, не будем обсуждать ценность, да, и то, как мы любим или не любим Стас Михайлова, но тут есть, как бы, несмотря на то, что мне не нравится ни музыка, ни поэзия Стаса Михайлова, ни то, как это выглядит, я эстетически просто из другой немножко ситуации, но, тем не менее, внутри это честная история, то есть, человек, как бы, я знаю, там, я работал в какое-то время на студии, где вот Стас начинал, то есть, я там видел краем глаза, как это все вот, ну, накручивалось, как бы, то есть, он, в общем-то, одержим тем, что он делает, ну, хотя мне это глубоко, скажем так, не симпатично, да, но в этом есть честная игра, то есть, он писал эти песни бесконечные, там, мне они кажутся одинаковыми, но не важно, то есть, случилась та песня, там, две или три, я не знаю, которые привели его к тому, что он стал собирать какую-то аудиторию, и то, как он работает на сцене, произвело впечатление на определенный, как бы, контингент, и этот контингент остался с ним, то есть, это все равно, тут нету шарлатанства, ну, вот такого, что, типа, шлепнули аранжировку прекрасную, какие-то другие люди вообще, сделали там вокал, ну, как-то там, проапгрейдили, все это, чтобы было похоже, что человек умеет петь, и все, и погнали. А вот ваш директор и ваша супруга, Юлия, она единомышленник ваш, ей нравится та же музыка, что и вам, или бывает такое, что она может слушать там... Ну, она слушает... Ну, в моем мире это невозможно, вы знаете, это для меня вообще такой один из главных критериев, я, в общем-то, ну, до... ну, то есть, когда я знакомился с девушками, там, до 30-ти, да, я... Это второй вопрос, там, после, как тебя зовут, типа, а что вот слушаешь? То есть, и не зная, там, музыкант, я не музыкант, человек, отвечая, в общем-то, подписывал, ну, в моих глазах, там, дальнейшую судьбу свою. Если я слышал, что я люблю качественную, там, вот, качественную российскую, вот, музыку, ну, поп, качественный поп, я говорю, а что это? Ну, вот, звери, например, и все, ну, как бы, для меня заканчивался человек просто тут же, я, он мог быть красивым, с длинными ногами, там, с имплантированными губами, там, что еще там важно, вот. Но я уже, я не мог себя заставить общаться дальше, потому что я понял, что, ну, я не найду общий язык, поэтому супруга, безусловно, ну, единомышленник. У нее есть предпочтения, которые я не разделяю, ну, до конца, там, она любитель, например, там, хип-хопа в какой-то степени, она слушает много джази такой музыки, от которой я устал, например, ну, то есть, обслушавшись, там, в начале двухтысячных. И, но у нас нету принципиальных каких-то вот трений, то есть, Стаса Михайлова в ее плейлисте нет. Мы на финал выходим, про клип, буквально, пару слов, допустим, вот, с Юлей обсуждается, обсуждалась идея клипа, и обсуждается, в принципе, вот такие вещи. Обязательно, обязательно, обсуждается. Вам самому нравится последняя ваша работа? Я про клип говорю сейчас. Я не, я не, я, мне нравится, что мы сделали шаг по направлению к тому, что мне нравится, честно говоря. То есть, для меня это видео вообще, я просто довольно, ну, как бы... А как называется-то вы озвучите для зрителей? Это клип на песню «Found you». Угу. Да. Я не знаю, сколько там сейчас просмотров, но, надеюсь, рост есть. Хорошо. Вот. Это, во-первых, там участвует прекрасный танцор Мариинского театра. Во-вторых, ребята, которые делали видео, реально старались. То есть, это прямо, ну, там есть совершенно прекрасные моменты. Я, в общем-то, доволен, ну, доволен всем. Но когда я смотрю на финальное, мне хочется... Ну, я понимаю, ну, я понимаю для себя какие-то вещи, которые я буду или не буду делать в следующем видео. Ну, в смысле, участвую в... Вот, например, я для себя после этого клипа решил, что я ближайшие, там, 3-4 видео каких-то работы не появлюсь в кадре ни в коем случае. То есть, ну, потому что я теряю контроль. Классно, что вы у нас появились. И, раз это финальное прозвучало, значит, финишируем. Нет, нет, Антон. Вот из этого красного мешочка вы должны достать фишку одну, любую, наугад. И в зависимости от того, какого цвета, это... Это прозрачно, у нее нет цвета. Это свободный вопрос. И тогда вы можете любую карточку, да, кроме мелой взять, любую, да. Голубую карточку, это вопрос, но подумать. Прочтите вслух. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Так, есть или нет? Так, дорогой Гриша, дорогой Гриша, я занял у тебя 500 рублей в 2001 году, и я не могу их отдать тебе. Ну, на самом деле, вопрос серьезный. Ладно, я подумаю. Да, хорошо. Я-то точно знаю, что есть один долг, который Антон сейчас должен зрителям отдать, и он пообещал, и он свое слово сдерживает, он сейчас прорычит. Это Raw for Life. Прошу. Вы сделаете это со мной? Нет. Пожалуйста, как машина. Нет, 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 мы уже договорились. Прошу, время уходит. Пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо.